Беспутная молодость. Сколько внебрачных детей у Толстого? Счастливый брак. Была ли Софья Андреевна идеалом жены и матери? Многословная дребедень, кто был самым придирчивым критиком эпопеи «Война и мир»? Анна Каренина. Почему писатель отправил под поезд любимую героиню? Безбожник. Предан ли Толстой анафеме? Сумасшедший старик. Насколько справедливы обвинения зрелого гения в слабоумии? Лев Николаевич Толстой. За 22 минуты. В России греческое имя «Лев» встречалось редко, до начала XX века, когда вошло в моду называть детей в честь всемирно известного русского писателя. Слава сопровождала Толстого еще при жизни. Его творческое наследие – это 1177 произведений, изданных на 15 языках, 165 тысяч листов рукописей, больше 10 тысяч писем, не считая дневников. Как же это много! Лев – властелин зверей, лесной царь. Хотя правильнее было сравнить Толстого с греческим богом Зевсом – перо недостижимой высоты. Он и внешне походил на громовержца – крепкий мужчина с пышной бородой. И, как у Зевса, у Толстого было шесть крутых поворотов в судьбе, согласно мистической цифре. Толстого В 11-м поколении и в 4-м титулованный граф родился 28 августа 1828 года в имении своей матери Ясной Поляне, что в Тульской губернии. Любопытный факт – Пушкину, реформатору русского языка, Толстой приходился четвероюродным племянником. Прабабушка автора Евгения Онегина была родной сестрой прапрабабушки Левки Пузыря. Так Толстого в детстве прозвал отец. А родные сестра и три брата дразнили Лева Рева. Чуть что – сразу слезы. Эмоциональный, чувствительный – таким Толстой был в детстве. А дальше жизнь закалила. Родители умерли рано. Ближе всех Левушке, как называли его гувернантки и няньки, на чьих руках он вырос, стал брат Николай. Николаша. Однажды он раскрыл секрет зеленой палочки. С ней можно превратить мир в муравьиное братство. Всего-то и нужно для этого поднести травяной стебелек к муравейнику. И наблюдать, как насекомые-труженики дружным семейством путешествуют к солнцу. И никто никого не обидит. С этого времени и всю свою жизнь Толстой размышлял, как сделать мир лучше, добрей, совершенней. Что такое любовь, смерть, Бог? Он вне или в самом человеке? Жизнь писатель не приукрашивал. Толстой – реалист и философ. Чем до сих пор интересен читающий публике. Правда, Максим Горький был убежден, произведения Толстого написаны со страшной, почти чудесной силой. Если это и реализм, то явно помноженный на предвиденье. Миф первый. В юности Толстой вел беспутную жизнь. Зевс установил строгие законы для богов и людей. И горе тому, кто их нарушал. Лев Толстой тоже установил для себя правила жизни. Он фиксировал в дневниках собственные грехи. Главными считал лень, праздность и похоть. Не скупился на упреки в адрес самого себя. Много врал, ленился, живу по-скотски. Неутолимой страстью молодого Толстого были азартные игры. Везло далеко не всегда. По любвеобильности юный Толстой явно не уступал олимпийскому богу. Не обошлось без скандала. Крестьянка Аксинья Базыкина родила от Левушки сына. Талантов отца внебрачный отпрыск не унаследовал. Стал кучером. И мимо рта не проносил. Как-то Толстой спросил у Чехова. Вы сильно распутничали в молодости? И пока Антон Павлович раздумывал, что ответить, сокрушенно произнес. Я был неутомим. Пройдет время, и во всех страшных проступках Толстой раскается. О чем тоже напишет в дневниках. В 23 года, бросив Казанский университет, где сначала осваивал премудрости и словесности, потом юриспруденции, Лев уезжает служить на Кавказ и служит в артиллерийской бригаде, юнкером, пока не сдал экзамен на офицера. Он написал первую часть трилогии «Детство, отрочество, юность». «Детство» — первое опубликованное произведение писателя. С трепетом в сердце поставив точку, Толстой отправил рукопись в журнал «Современник». Самое прогрессивное, а главное популярное в высшем свете общественно-политическое издание тех лет. Повесть мгновенно стала хитом. Повестью зачитывались не только в России. По словам Тургенева, в Париже она была в моде пуще кринолина. Чем же опус Толстого так поразил публику? Вот что об этом думал сам Лев Николаевич. В январе 1854 года Толстой оказался в самом пекле Крымской войны — осажденном Севастополе. Весь этот кошмар, противный человеческому разуму, он позже отобразил в севастопольских рассказах. Уверяют, император Александр II даже пустил слезу над книгой и приказал беречь талантливого офицера. Сам себя Толстой не берег. За оборону Севастополя был награжден орденом четвертой степени и тремя медалями. Ему прочили блестящую карьеру в армии, умен и храбр. Но все испортили сатирические песни, стилизованные подсолдатские. Одна из них, про неудачу российской армии во время сражения у реки Черной, стоила военной карьеры. К тому же Толстой прилюдно отказался от Георгиевского креста в пользу простого солдата, ведь за него полагалась пожизненная пенсия. Судьба сделала первый головокружительный кульбит. В звании поручика на 28-м году жизни Толстой оставил военную службу. В планах было жениться и покончить с беспутной жизнью, которую он действительно вел в молодости. Миф второй. У Толстого была дружная семья. Зевс породил 170 детей от бессмертных богинь и смертных женщин. У Толстого было 13 детей от одной женщины. Он давно мечтал об идеальной семье, как у муравьиного братства. Мал-мала детишек, все трудятся, кругом царит любовь и добро. В Петербурге на отставного поручика посматривали девицы на выданье. Шених был не слишком красив. Лицо грубо слепленное, глаза маленькие, выпеченные губы и зубов не достает. Зато известный писатель, герой. Но жеманные вертихвостки льва не прельщали. Он стремился найти родственную душу, еще и королеву в постели. Может, юная хохотушка Лизонька Берс из семьи старых знакомых. Но все больше внимания занимала ее сестра Сонечка. Толстой делает предложение, получает согласие. Но перед свадьбой дает почитать невесте свои дневники. Без купюр. Какой может быть реакция юной девушки на подобные откровения? У Сони случилась тяжелейшая истерика. Но слово уже дано, и чувства нешуточные. 23 сентября 1862 года в Кремлевской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве пара все-таки обвенчалась. Увидев бледную невесту, какая-то старушка ахнула. Жених-то в летах! Не как за вдовца пошла. Софья 18, Толстой в два раза старше невесты. А дальше... Толстой разочарован. Сонечка ничего не понимает в прелестях плотской любви. Зато хорошая хозяйка. И перекладывает на плечи молодой жены переписку черновиков, бухгалтерию, взаимоотношения с издателями, воспитание детей, бытовые проблемы. Если бы только это. Из мемуаров Софьи Толстой. Лев Николаевич хотел меня приучить к скотному и молочному делу и водил меня на скотный двор. Но вскоре от запаха навоза у меня делалась тошнота и рвота. Рожала Соня беспрерывно. Сергей, Татьяна, Илья, Лев младший. Болела грудь, но муж запрещал брать кормилицу. Толстой не изменял Софьи. Но любила ли гений жену? Она в этом сильно сомневалась. С детьми Лев Николаевич был строг. Сын Илья вспоминал. Отец ни разу его не приласкал. Он жил в мире своих героев и идей о несовершенстве мира. Не находя ответов на мучившие вопросы, впадал в депрессию. Скандалил. Собирался уйти из дома. Софья Андреевна терпела. Счастливая многодетная семья оказалась мифом. А судьба писателя не скупилась на новые повороты. Зевс вынужден был воевать со своим отцом Кроносом и с гигантами. Толстому досаждали критики. И продолжают досаждать. Бесконечные экранизации сделали роман «Война и мир» бестселлером. Но сегодня дочитать роман до конца под силу не каждому. Роман вышел в свет в 1869 году. И если у Некрасова и Тургенева книга вызвала «Озноб и жар восторга», то «Язва» Салтыков-Щедрин выдал. Сплошь болтовня нянюшек и мамушек. Находились и те, кто обвинял Толстого ни много ни мало в плагиате. Двумя десятилетиями раньше англичанин Уильям Теккерой опубликовал роман «Базар суеты» «Ярмарка тщеславия» в современном переводе. Время действия, перипетии главных героев, да и сами герои вызывали ассоциации с «Войной и миром». Самое интересное, что Толстой тоже был от своего творения не в восторге. По крайней мере, на словах. Самым придирчивым критиком своих гениальных творений был он сам. Шесть лет адского труда Толстого и водопады Сонечкиных слез. Вечно беременная, уставшая, она садилась переписывать каракули мужа. Как-то стала умолять мужа убрать сцену брачной ночи Элен и Пьера Безухова. Уж слишком пикантно. Вспыхнула ссора, и между супругами началась еще одна многословная дребедень. Война и мир самих супругов. Идея романа пришла к Толстому после случайной встречи со ссыльным стариком-декабристом, который сам пробовал описать героические события тех лет, но не вынес тягот эпистолярного труда. 1812 год, Россия, июнь. Войска Бонапарта пересекли границу и двинулись к Москве. Наполеон был уверен, русских он завоюет легко. Не вышло. Почему? Этот вопрос задавал себе писатель. Просиживал в архивах, собирал вырезки из газет. Однажды даже посетил сумасшедший дом ради живого рассказа очевидца казни переводчика Михаила Верещагина. По приказу губернатора Растопчана за измену родине того растерзала толпа. Сумасшедший труд. Четыре тома подлинной истории русских мужиков, которые победили Наполеона. К народу-богатырю тянутся лучшие из лучших благородного сословия. Андрей Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова. Вместе они – сила. Любопытно, что в университете автор «Войны и мира» увлекался интегральным исчислением. Откуда и взял идею целого, как суммы бесчисленного множества бесконечно малых величин. Перевел ее в разряд философии и гениально применил в романе. Не от маршалов и генералов зависит победа. От тысяч и тысяч людей, таких как Платон Каратаев, готовых пойти на смерть ради своей страны. Роман шел тяжело. Толстой хмуро раскладывал карты, загадывал, бормоча под нос. Если пасьянс выйдет, надо изменить начало. Задумка не умещалась в форму романа, который никак нельзя назвать многословной дребеденью. Это миф. Толстой написал роман-эпопею, равной которой в литературе не было. Куда тут Теккера ее? Каждый герой как живой, будто можно потрогать. Как психолог-писатель сыплет цитатами. Браки совершаются на небесах. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Как реставратор очищает поля сражений от потины времени. И как исследователь рассматривает людские судьбы императоров, полководцев, помещиков, крестьян, словно через микроскоп. Его собственная судьба тем временем делает новый поворот. Миф четвертый. Толстой казнил Анну Каренину за измену мужу. Зевс, боясь за свой трон, казнил жену Метиду. Он ее проглотил. Толстой, осуждая послабление нравов в современном ему обществе, пишет бессмертный роман-притчу. В России после отмены крепостного права все смешалось, как в доме Облонских. Толстой вне себя. До чего самостоятельны стали дамы. Рушат институты брака. Сестра жены Мария посмела бросить мужа. Писатель задумывается о романе про светскую, но падшую женщину. И судьба словно его подслушала. Зима 1872 года. Толстому на глаза попалась заметка в газете «Тульские губернские ведомости». 4 сего января в 7 часов вечера неизвестная молодая женщина, прибыв на станцию Ясинки Московско-Курской железной дороги, подошла к рельсам и во время прохода товарного поезда, перекрестясь, бросилась на рельсы под поезд, которым она была перерезана пополам. Самоубийцей оказалась Анна Зыкова, любовница помещика Бибикова, соседа Толстого. В 1873 году писатель садится за роман с рабочим названием «Молодец, баба». Ехидничает? Или раздумывает над судьбой главной героини? Портрет Анны Карениной он списал с дочери Пушкина Марии Гартун. Они познакомились в Туле на приеме у генерала Тулубьева. «Посмотри, какие завитки на затылке!» «Удивительно породистые!» – сказал своей спутнице двоюродной сестре. Толстой обожествлял семью и презирал измену. Конечно, он злился на свою героиню. Оттого и описал ее такой, что читателю в финале не удержать слез. «Великий мастер эмоций и великий кукловод». 2500 страниц. Толстой устает, садится пить чай и жалуется Сонечке. Анна надоела, как горькая редька. Но наказал он ее не за грех измены. Это миф. Дело было в другом. Анна Каренина – один из величайших романов в истории человечества. Антология семейной жизни, счастливой и несчастливой. Есть лишь два варианта развития событий, и каждый должен сделать свой выбор. Миф пятый. Толстой был безбожником, и его предали анафеме. Зевс – верховный бог. Зачем ему в кого-то верить? Неужели и моралист Толстой был неверующим? А если разобраться? 14 июня 1881 года к воротам монастыря в Оптиной пустыне подошел путник с мешком за плечами. Это был Толстой. Одолев 120 километров за четыре дня, он хотел поговорить со старцем Амвросием. Пока ждал, осмотрелся. Вот бы пожить здесь. Но ведь молиться заставят. Как же ему противны все эти исповеди, причастия. С Амвросием они долго говорили о боге. Ушел Толстой в смятение. Как сказал старец, ищите совершенство, но не удаляйтесь от церкви. Но как это совместить с отрицанием Святой Троицы? Ни порочного зачатия, ни погрешимости Христа. Суть истинной веры он давно объяснил в собственном Евангелии. И не отвечай злом на зло. Тогда жизнь людей станет счастливой, а деньги, поместья – мишура. По возвращении Толстой заперся в кабинете. Софья Андреевна с опаской поглядывала на дверь. А утром разразился скандал. Муж подписал бумаги на отказ от гонораров и авторских прав. И решил участвовать в переписи населения. Вот это поворот. Проточный переулок, Ляпинская ночлежка, Ржановская крепость. Нищие, юродивые с овшами. Граф не гнушался беседовать и с проститутками, которые называли себя конфетчицами. Может быть, тогда в его голове зародился жуткий, по реалистичности, роман «Воскресенье». Роман вышел в 1899 году. На троне Николай II. Он на Толстого зол. Помнит крамольное письмо богохульника после разгона очередной демонстрации, адресованное лично. Опять убийства. Опять будут казни. А тут еще этот роман как бомба. Невинно осужденная проститутка Маслова воскресает для новой жизни. А как этот Толстой описывает церковные обряды? 22 февраля 1901 года к Николаю II в Зимний дворец приехал митрополит Антоний. Надо что-то решать с этим графом. И решили, Толстой будет публично осужден святым синодом. К графу велено покаяться. Но он не собирался этого делать. Так и ушел из жизни, не покаявшись и без отпевания. Но отлученным и преданным анафеме писатель не был. Это миф. Миф шестой. Толстой был сумасшедшим. Зевс, как безумный, любил принимать разные обличия. То станет лебедем, то прольется золотым дождем. В тот день Софья Андреевна занималась детьми. Неожиданно муж вошел в комнату. В глазах слезы. Только что умер князь Болконский. Она сделала запись в дневнике. От писательства супруг совсем стал не от мира сего. А ведь он просто работал над романом «Война и мир». Приступы слезливости у Толстого стали сменяться жуткой раздражительностью. В такие моменты он не щадил ни домашних, ни коллег. Но это были еще цветочки. Неожиданно граф решил, что люди не должны больше заниматься любовью и отказался от секса. Эта новость его жену не сказать, чтобы слишком огорчила. Но когда он заявил, что раздаст имущество бедным, Софья Андреевна пригласила знаменитого психиатра. Для начала Григорий Рассалима покопался в родословной Толстых. Прицепиться было к чему. Бабушка писателя особо ненормальная. Тетка считалась юродивой. У брата Сергея наблюдались отклонения в психике. Так что гению земли русской был поставлен диагноз паранойя. Судорожные припадки, амнезия, явления бреда, кратковременные психозы. Но означало ли это, что Толстой был сумасшедшим? 7 августа 1897 год. Москва. 12-й Конгресс медиков. Все с нетерпением ждали доклада итальянского психиатра Ламброза, автора нашумевшей книги «Гениальности помешательства». А сам Чезаре страшно торопился в Ясную Поляну. Хотел увидеть безумного гения. Но, поговорив с Толстым, был поражен, насколько тот умен. Да и физически даст фору молодым. Как плавает. А уж когда он протянул руку, оторвал меня от земли и поднял вверх, как щенка, Ламброза решительно отмел миф о безумии писателя. Мощь таланта Толстого стократно превосходит его странности. Это очень своеобразно продемонстрировал студентам Корнуэльского университета на лекции Владимир Набоков. Он выключил свет в аудитории, а потом зажег одну лампочку. Это Пушкин. Это... И он зажег еще светильник в другом углу. Гоголь. Это... Набоков зажег настольную лампу. Достоевский. А вот это... При этих словах он распахнул настиж все окна и аудиторию залило солнечным светом. Это... Лев Николаевич Толстой. В ночь на 28 октября 1910 года Толстой тайно покинул Ясную Полену. Он направлялся в Оптину пустынь, к старцам. Но по дороге простудился и ослаб. Сердце остановилось. Его похоронили в лесу на краю оврага, где в детстве с любимым братом Николенькой он играл в зеленую палочку. Субтитры сделал DimaTorzok